В последнее время литература, печать, даже телевидение много уделяют вниманию проблеме гибели пчёл, слёта пчёл. Вот о своих соображениях по этому вопросу мне бы хотелось сказать. Ну, во-первых, сейчас вот конец сентября месяца, смотрите, всё пожелтело, скоро начнётся октябрь. Именно в октябре, если он и есть этот слёт пчёл, он и начинается. Кстати, слёт пчёл, он всегда был, вот литература, журналы читаешь, 40-50 летней давности, были слёты пчёл. А что литературу ходить? Если взять дупло, пчёлы, которые там живут, живут, живут долго, соты темнеют, темнеют, размер уменьшаются по известным причинам, гнездо становится непригодным для проживания, и пчёлы, бросая дупло, слетают. То есть даже в природе есть слёты пчёл. Кстати, вот одна из причин слёта пчёл. Пчеловод то ли по неопытности, то ли по нужде наставил достаточно много старых чёрных пчёл, этих сот. Пчёлам продолжать нужно род, поддерживать свой вид. А в этих условиях не поддержишь, пчёлы мелкие, в рождение идёт, и они слетают, чтобы сохранить свой род. Итак, одной из причин слёта пчёл – чёрные, старые пчёл, эти соты. Второй момент. Ну, много причин слёта. Кстати, киты тоже выбрасываются на берег, и никто не знает почему. На мой взгляд, одной из ошибок учёных, тех, кто занимается этим вопросом, является то, что они все ищут одну какую-то причину. Электростатические заряды, сотовые телефоны, климатические условия, экология – они эту одну причину ищут и не находят. А на мой взгляд, этих причин много, и когда они все помаленьку сойдутся, вот, получите и слёт. Кстати, слетают не все пасеки, не все семьи. Вот на пасеке стоит 40 семей, две семьи слетели, ну и что? А 38 осталось? Разбираться нужно с этим причинами. Кстати, в соседней пасеке 100 семей, и ни одна не слетела. О каком слёте мы ведём речь? Поэтому, следующие причины, по которой пчёлы могут слететь, ну, например, жаркое лето, затяжные дожди, маточка состарилась. Соответственно, в этот период пчёлы пассивничают, и матка сокращает откладку яиц. Это как раз где-то июль, август, вот, месяц. А сейчас вот настает октябрь, должны быть пчёлки осенние, которые пойдут в зиму, августовские. А их не наплодили, их нет в принципе, потому что была жара, матка граничила, а старые вообще прекратила. Вот вам и причина. Семья убеждена, что она в зиму не готова, она будет на погибель. Она собирается и слетает. Кстати, почему слетают? Никто никогда не видел, что пчёлы там собрались кучей и слетели. Нет, все констатируют факт, что нет пчёл, пришёл утром, не пчёл, мёд есть, подмора нет, пчёл нет, слетели. Кстати, почему слетели? На мой взгляд, они не слетают. Они видят, что здесь семья неблагополучная по какой-то причине, неперспективная на зиму. Они потихоньку в течение одного, двух, трёх дней, а то и в один день разлетаются по другим ульям. Не слетают, куда-то и нету их, а разлетаются по другим ульям. Таким образом, не слёт, а разлёт по другим ульям. Следующее. На мой взгляд, одной из причин слёта пчёл может быть следующее. Вот когда жара, когда нет взятка, когда какие-то условия собрались, сильно активизируется клещ в ра. Он буквально их, все крови выпитывает из пчёл. Начинается обработка бипинчиком или чем, против клеща, но уже поздно. Семья ослаблена, обескровлена. И, казалось бы, обработали бипинчиком, но пчёлы слетели. А причина – излишний клещ, вспышка буквально клеща в ра, который обескровил всех пчёл, обессилел. Они почувствовали, что они в зиму не доживут и не переживут зиму. И они слетают или разлетаются по другим ульям. Вот вам и следующая причина. Поздняя подкормка. Некоторые то ли в своей занятости пчеловоды, то ли там думают ещё рано. Поздно подкармливают сахарным сиропом. Не в августе, в конце где-то там, ну в крайнем случае до первых чисел сентября, а в середине сентября, в конце сентября – это плохо. Пчёлы изнашиваются. Но я считаю, не столько там их желез изнашиваются, сколько. Когда пчела получает хороший взяток, перерабатывай её. Это её нормальное, естественно, в ней назначение перерабатывать и перерабатывать нектар. Вот она получила дозу сахара. Она её перерабатывает, перерабатывает. Но в период активной переработки сахара или нектара у всех пчёл сильно развиваются восковые железы. А для восковых желёз обязательно нужна пыльца. А пыльцы-то в сентябре, в октябре уже нету. Нечем развить железы восковые. И идёт расход зимних запасов для развития восковых желёз при подкормке из организма. И пчёлы слабевают. Ослабевают не потому, что железы переработались. Кстати, если они стоят на подсолнечнике, там 60% сложных сахаров. Это переработать хуже всякого сиропа. А сироп мы даём 50 на 50, там 50% сахара в сиропе. А подсолнечники 65. Уж если есть где износ. Вот на подсолнечнике. Я раньше не знал эту причину, но чувствовал, что побывав на подсолнечнике, плохая зимовка. Оказывается, подсолнечники один сахар, и при его переработке идут сильные износы организма, в том числе и желёз. Итак, причина слёта. Поздняя подкормка, в результате чего развились железы восковые. А пыльцы нету. За счёт зимних запасов пошло развитие желёз. Пчела ослабла. И чувствует не перспективу вся семья, что мы не выживем. Они слетают или разлетаются. Вот вам следующая причина. Поздняя подкормка. Ну и, наконец, если собрать всё в кучу. Здесь погода была не очень хорошая. Дожди и жара. Здесь взяток пропал. Здесь маточка старая. Здесь клещ вора. Здесь подкормили поздно. И так далее. Всё это, когда вместе соберёшь. Мне, например, понятно. У пчёл получается отвращение от этого гнезда. Жить здесь невозможно. И они слетают, а я в скобочках себе или вам говорю, ну не слетают, разлетаются по другим ульям. Но эта семья прекращена. Её деятельность и существование прекращено. Кстати, вот опять секрет. Учёные думают над этим вопросом, придумать не могут. Со слетевшей семьи, которая пустела, никто никогда не ворует мёд. Мёд. Казалось, пустой улей, все корма, гнездо готово на зиму. Октябрь месяц, собственно, всё уже. Пчёлы слетели. И этот мёд больше даже при наличии погоды никто не берёт. Он стоит. Тоже вот загадка природа. Итак, слёты пчёл есть, они в октябре, будьте внимательны. Но это не телефонные там будки, телефонные волны, сами телефоны и вышки и так далее. Это целый комплекс мер, по одной из которых или в комплексе. Пчёлы и раньше слетали, и слетают сейчас. Никакой беды, ни гибели пчёл, ничего нет. Вот всё, что я хотел сказать по поводу слёта и гибели пчёл.